всем привет а погодку то у нас сегодня не ахти к нам пришла снова зима снова зима хоть на улице и тепло снег идет идет снег все зима у нас не хочет уходить столько было времени солнышко сегодня тоже проглядывалось солнышко но и все на этом дальше снег снег все показывают по погоде чем мы занимаемся я занимаюсь уборкой убралась полы помыла зевс это вчера приводит приводили а кому все это убирать убирать конечно же мне сейчас помыла полы до или за вот у нас в новом прикиде вот такая вот она у нас красавица как тебе красиво это что такое летний лук до живот торчит вот такая вот и с чипа чипсом еще и причесалась и делала резиночку и лиза вышла погуляла здесь во дворе и зашла обратно потому что ветер очень сильный сейчас хочу приготовить окрошку надо поставить яйца вчера картофель я варила ну и он остался да и вот сейчас что делать что делать вот решила то что да одна пиццу просят другая окрошку просит ладно и лизочку у меня кушать все то что мама готовит да мама супчик приготовила и лиза покушала супчик да еще говорит такой вкусненький все все съела да да кашку значит кашку дома хорошая такая улица прическа клёвая смотрите вот и пстилист кто-то тебе делал по имени бабуля и мама тут еще подкорректировала чуть-чуть с челкой ну-ка стой такая такая классная на одну сторону дальше же модно так здесь так и лиза выдрала правда ну-ка повернись повернись нет полностью повернись на вот еще вот здесь вчера девчонок я накупала до волосики пушистенькие красивенькие ой ну ты у нас конечно это что-то с чем-то настя плясала танцевала и лиза у нас красотой занимается прически делает одежда делает чё в итоге так мы и не поклеили обои надеюсь то что валера сегодня пораньше придет домой если придет пораньше домой то значит мы наверное поклеим обои до отчеты домой-то пришла не стала гулять у тебя же на телефон же есть зарядка до настен хочешь немножко посниматься отчета снимаешь сняла вот эти покрывала тоже сейчас у меня стирается майку сняла надо в стирку и лиза стирку это надо отнести все она уже грязная кто ее порвал так это твоя майка ты наверно отрезала она уже маленько нет это ты вот дырку сделала зачем режешь одежду я больше вот и правда говоришь вот если муж не аккуратный я больше тебе одежду покупать не буду а это чего не складываешь сложить надо убрать ты же девочка такая красивая девочка и такой бардак после тебя это ты бардак такой сделала это некрасиво уже зайдут кто-нибудь посмотрит вау скажет какая красотка а в зал пройдут а тут ее вещи валяются скажет фу какая лохудра понимаешь давай сложи вещички аккуратненько на полочку убирай что было красиво пожалуйста еще и пожалуйста ты деловая вот складывай ты же умеешь складывать да конечно настя школе сейчас придется школа до скоро настенька со школы придет ты ждешь сестру свою нет она тебя ругает что ли настя тебя ругает что ли да и лиза а как это она тебя ругает чем как тебя ругает расскажи зачем и она на тебя кричит да и ты на нее обижаешься да а вот если ты в садик ходила она бы тебя не кричала она бы тебе по тебе бы скучала и тебя бы ждала а сегодня уже все сегодня уже все детки там наверно что-то вкусненькое кушали наверно подделку делали илья наверно с другой девочкой играет уже а ты представляешь когда ты в садик придешь вот они обрадуются да да вот мы сходим тебе капельки в больнице поставят и возьмем справку да мама тебе напишет в группу то что завтра и лиза придет садик они скажут наверно и гейтс наверно скажет и когда зайдешь и листочку мы путем но не завтра потом да да наверно воспитательница скажет мы по тебе скучали да ну так говорят да когда тебя долго нет те же говорят говорят я слышала помнишь когда мы пришли а потом садик сходят и лиза и мы магазин поедем да да сначала мы больницу нам надо сначала сходить помнишь я же тебе говорила капельки надо поставить да а потом мы сразу возьмем справку и на следующий день пойдем да да капельки до капельки они сладенькие обязательно сюда желудок да чтоб попала да да чтоб ты не болела да конечно красавица такая у меня вообще такие две красавицы мамины да да лайк заблокировали ну все наверное санкции что еще заблокировали расскажи подписчикам расскажи подписчикам что заблокировали игры какие у нас и заблокировали роблокс а еще что заблокировали что больше не будут продавать до макдональдс да не будет макдональдс ты расстроена да ну прям у нас же есть другом он здесь выглянул макдональдс помнишь мы ходили там вкусные бургеры а макдональдс это фу вредные а здесь бургеры хорошие картошка все то же самое еще лучше полезней да все съемка закончилось посмотреть пирсинг у нее песенка на но и прям кому-то так расстроена но мы разговариваем я говорю все макдональдс закрыли все закрыли youtube тоже могут отключить в общем ребенок у меня уже подготовлено ну ой да не знаю я вот это вот макдональдс там что-то кто-то ходит вон я смотрела к чей там сын художника одного встал-то себя наручниками прицепил к двери макдональдса ну это зависимость это зависимость а чё вот все то что все что американская да вот западная вот я смотрю все зависимую коко кока-кола это же какие-то люди просто без кока-колы жить не могут вот я помню в колледже я училась я с одним парнем встречалась и он постоянно кока-колу пил постоянно дружили то есть гуляли там вместе и вот и он он постоянно с этой кока-колы ходил постоянно ему нужно было кока-колу он собирал эти крышечки ходил обменивал ну короче болезнь настоящая болезнь макдональдс тоже самая вообще макдональдс редкий случай когда мы выходим макдональдс это когда у нас здесь открылся вот это бургерная мы из уфы приезжали сюда когда кушать хотели а у нас как традиция да если мы куда-то ездим торговый центр города всей семьей то мы обязательно зайдем там макдональдс там или еще куда-нибудь и покушать людей дети чаще всего макдональдс потом когда мы здесь покушали выглянул мы последние разы вообще даже не стали заходить макдональдс мы ехали сразу же сюда потому здесь намного вкуснее так что кока-кола это тоже нету и слава богу шоколады вот эти всякие разные я тоже не особо приветствую потому что что мне не нравится вот в магазинах за обращаем внимание заходите всегда это специально маркетинговый ход обязательно на уровне ребенка будут вот эти возле кассы будут лежать вот эти шоколадки вот это вот киндер и всякая вот эта фигня и ты хочешь не хочешь это уже идешь и покупаешь да если ты с ребенком почему мы и лизу не стали брать магазин потому что она вот это виду ей это надо это надо и все надо почему меня это всегда бесило то что возле кассы стоят вот такие вещи ну которые должны где-то быть вообще очень очень далеко ладно если у кого есть но позволяет финансы да то есть они уже спокойно берут а вот как ну порой же часто такое бывает когда ну нету денег либо деньги есть но они то есть да до зарплаты да то есть надо еще протянуть а ребенок стоит и это просит и ты ты уже начинаешь отказываться от чего-то чтобы ему купить это в общем вот это вот меня тоже всегда раздражало и визу мы не брали зато вот еще у нас вот рядом магазин есть там много всяких вот этих сладости привозят через дорогу магазин там тоже также все было все было вот в этих сладостях сейчас вообще ничего фактически не осталось то ли они перестали заказывать мы не знаю но в общем вообще очень очень мало так что ладно ставлю варить куриные яйца пока не у меня варится я накрошу колбаску накрошу картошечки делаю окрошечку мама мне еще передала лук я сначала когда передала ну валера же заезжал вот теряется когда она все и вот я говорю зачем лук то зачем она лук нам передала вот вот зачем материнское сердце материнская интуиция никогда никогда не подводит и вот в этот раз укропа нету думаю блин лук как-то не охота там вот такое охота что-то летнего и вот думаю точно мне же мама лук передал сейчас я пока яйца варится я быстренько нарежу накрошу на крошечку всегда весной хочется водка вот в это время нам всегда хочется окрошки зимой мы не вспоминали вообще как-то не охота было а вот уже вот этот период хочется окрошечки что-то такого вот вот такого летнего весеннего приготовила я крошечку окрошку я готовлю только лишь на воде то есть я нарезаю все ингредиенты потом с майонезом размешиваю смешиваю с майонезом и заливаю водой холодной водой размешиваю и добавляю чуть-чуть только такую окрошку мы любим окрошку с минералкой с квасом и так далее нам не особо нравится вот эту окрошку научила готовить меня мама поэтому у меня муж сначала когда первый раз приготовила валера он сначала смысле с водой они всю жизнь минералку делали по моему из кефиром я говорю ну вот мы всегда так делали мол я не люблю такие остальные другие окрошки он попробовал все теперь ему с минералкой нафиг не нужно то есть как на салат смазывать вот кстати я побольше нарезала вот еще салатик сделала салат просто вот сюда допустим заливаю воду размешиваю смешиваю размешиваю добавляя уксус по вкусу и соли все и прекрасно девчонки любят и мы очень вкусно любим такую вкусняшечку сейчас настя пришла со школы получила пятерку с восклицательным знаком да молодец отличница по какому на каком предмете примеры решила задачу молодец 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 вкусненько салфетку салфеточку подожди одну настя дай лежишь отдыхаешь надо дочку будет стерилизовать заколебала у нас дуся опять начала короче гулять у нас полная веранда котов ну еще такие это дерутся там блин у нас это фроськи сегодня бедно чуть не обозревать у нас туалете стоял лоток то есть в зимнее время когда на улице морозы они ходят в лоток но как чуть потеплее становится как раз уже сколько времени уже наверно месяца полтора они не ходят или ночью до или ночью и в общем а в лоток мы сыпем как они называются типа в светофоре же продают к копилке типа такие да да гранулированные типа такого и вот и фрося а в лотке не было не было этих смотрю мяу-мяу-мяу орет орет в туалет хочет я ее на улицу она тут то валера заехал то еще что нибудь то я мусор она обратно и опять ходит мяу-мяу-мяу я и насыпала в лоток этих опилок она смотрит ну запах тоже такого нету лоток-то помыт она уже не может да и вот ходит мяу-мяу-мяу потом я вышла смотрю она сидит на кресле на веранде в общем коты под верандой они ходят под веранду там же земля они все закапывают и выйти не может там коты сидят она не идет к ним и сидит бедная чуть не обосралась у нас кошка и вот валера уже ее посадил то уже не вытерпела сходила слава богу вот теперь мы спим на дочку надо стерилизовать час она фрочку мы также стерилизовали она погуляла и потом через сколько-то дней и это не вот и фрочку тоже ой дочку надо стерилизовать они сосуд на веранде задолбали воняет так ее мыть надо не трогайте до дочку а я здесь хожу короче и понять не могу чё здесь так мочой воняет возле двери а дверь открываем и запах я валерий гру валер ты чувствуешь запах мочи нет у меня нос заложили кстати чё у тебя после короны восстановился нет но у тебя нос не дышь тому что валера сломанный нос запах то оставился а вкус все равно где-то не такой вкус притупленный да ну намного не то что ожидали запах как это не чувствуешь я тогда спросила кто где это на соли что ли ты сказал да да такая вружка все ты чувствуешь сейчас значит укольчик сделан волшебный чувак крошечку покушал на две тарелки съел пол бухана хлеба вкусненько было да и лиза помладше было не могла все равно эту немножко нет она немножко ела но видать ей кислинка ты добавлял себе потому что я немного туда уксуса ложу я соль как давай соль и я ложу так чтобы детям было а уже кому надо кому по кислее кому по соленей уже на тарелку классно по она съела за это это давай ложись уроки дело тебе да по спине она походила попрыгала все давай мне делали уйди встать разлеглась давай делай я вот так канага вид видела а это вот так с пультом чтоб щелкать туда положила за диван вот так что она там делает надо посуду помыть полная кухня ой най зачем это и лиза ты чё так и не убрала а чё это туда сладости это папа вам покупал как твои дела нормально чё делаешь и от апельсина надо это убирать сейчас уже все скоро это постели расстелать и лиза как твои дела чё делаешь папа чё массаж делал да как ты ложилась дать его вот так вас аж тихо да хорошо было на массаж зачем я массаж она сегодня не устала нам он вещи до сих пор не сложила мама уже когда и сказала элиза сложили нет я там сама буду мыть насть выключи гирлянду она так моргает это то 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 четкая чумаза от и мороженое кушала шоколадные не выключает да там же было мороженое купили я разделила на тебе насти и папе я сама не хочу мороженое яблочное апельсиновое да 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 у вкусный кстати вот эти огурцы огурцов у тебя как у беременных да вот и у меня с насти было такое у меня снасти помнишь когда я яйца вообще магазины не могла есть мне прям противным казалось а потом все было нормально или это с и селиза это селиза я была беременна и снасти у меня был токсикоз очень сильный токсикоз я что-нибудь одно вот например хочу копченую курицу помнишь это хочу копченую чуть-чуть поем и все и мне больше не охота больше и постоянно воняло в городе потому что мы жили я вообще мне кислорода не хватало категорически а мы знали то что мы сюда выгляну переедем и мы знаем то что мы сюда переедем на глина и я стала снасти здесь на учет и вот когда я приезжала вот сюда выгляну у меня даже не токсикоза не было ничего и к маме когда я приезжала тоже так же не было ни токсикоза ничего селизы мы здесь жили у меня и токсикоза не было да что ты этот вот а в городе вот такая вот ерунда была представляете это видать вот эти всякие газы ну зачем ты на лоб он грязный валер давайте идите что там все instagram instagram уже все все блокернули не знаю как свету вам будет будет не будет но слушайте с такой пропагандой с такой пропагандой я не скажу что это плохо если они вот америкосы чё делают уроды вообще вообще это то есть только их мнение просто вот она свобода слова вот она вся толерантность это американская они толерантны только к трансгендерам всяким и всякой чепухи а вообще вот есть так представить ну к чему мы скатились 21 веку я вот ужас разговариваю с валерой с мамой когда обсуждаем эту тему я груна это же это же просто ужас вот американские все эти системы какой-то постоянная конкуренция у кого лучше у кого круче этот инстаграм у кого машина вот мне не было вот и до сих пор не всегда без разницы у кого что и как мне мама всегда учила вина же нам нужно жить по возможности я уже говорила рука от шоколадки тоже грязно и вот и я ты то есть я без зависти там без ничего вот как-то смотрела все там в инстаграме ну вот глядишь видно же когда пантуется когда просто диму показывают то что но классно проводит время и так далее и вот я когда смотрю думаю ну были настолько понтов ну ради чего ради чего это же все сам западная фигня и западная и вот и потом вот эти вот всякие нетрадиционные ориентации это это вообще это это просто уму непостижимо это вообще это это к чему пришел 21 век вот она толерантность ладно если с неграми ну то есть я их понимаю мы сейчас их очень сильно понимаем да ну и вообще прямо то что ну как бы они ущемляли их права и все-таки по итогу они добились а с нами это с русскими это вообще вообще к чему пришли 21 миг это одни понты это какие-то постоянные постоянно конкуренции у кого лучше у кого круче нафиг надо вот у меня даже пример я помню работала в пятнадцатом году пятнадцатом общем я работала с одной девушкой и у нее дочку не уже ну женщина да и у нее уже взрослая дочь вот горит алвин идем мы по например по торговым центром вот висит куртка она стоит ну тогда там 7000 10 тысяч в районе этого да она горит ну пойдем пройдем вот туда ну вот где вот китайские магазины да вот кто там еще торгует вот рынки всякие да пойдем на рынок давай там посмотрим и говорит вот точно такая же куртка висит точно но она дешевле в два в три разных игры давай мы ее купим а она нет она нет нет она вот здесь вот плохо здесь все все не так все не так в итоге говорит что мы сделали мы пошли купили ей куртку потом он говорит мину а я мол добрый я не могу отказать ну и мы ее я ее понимаю как мама да просто у меня раньше детстве чего-то не было там и так далее все лучшее детям все дела а то а муж с мужем они постоянно ругались вот например кроссовки она вот только найк только adidas больше никаких кроссовок только лишь вот даже просто на вот эти бренды какая пик разница это как в тик токе я видела там тоже типа видяшка со смыслом помнишь валет а там сидит ну типа крутой деревенская атмосфера они сидят за столом во дворе и там но он типа крутой нам бмв ездит все дела а этот простой деревенский говорит ну вот у тебя типа машины чего небось бентли небось там а бмв там иномарка у тебя рубашка за 300 долларов нет да да ну за машину тоже там было типа за машину а разница а итог то какой муж все равно едем а у меня типа автоваз наше советское типа это а все равно же мы ездим у тебя часы там какие крутые а время как показывал так и показывает у тебя рубашка небось там за 300 евро а у меня простая там за 300 рублей а по итогу там и одеты оба типа по итогу то мы ездим оба то есть ну ну вот это вот все западная фигня западная фигня чего лет сахарок решил проверить сладкий ты меня сладкий мальчик сладкий муж у меня сладкий мальчик а я а я сладкая девочка до сладкого мальчика потому что у меня муж сладкий что случилось 21 а чего это так ну не играй я не знаю ваши как-то непонятно да он долг колит раз повышается не спадает то ну вот одинаковая там все делает иногда повышает вот инсулин кстати взял инсулин да у тебя есть а ты вот только ходил а вот эти аналоги тебе подойдут сейчас же если вот этот санкции все дела у тебя же был тышка уже делал аналог ты же говорил делал аналог инсулин там больница больниц но он же помог все там видишь там же выписали а это тогда мы подберут там ну хотя у тебя ты же не так часто колешь сколько вот у тебя пачку на сколько на времени вот пачки сколько там эти пешки шприцов 5 хотя лишь шприц на сколько хватает как не знаю например на как ем зависит от того как под калу и но неделя побольше но дведу среднем я наверно да тут могу сказать это большой смысл а это у тебя один ночной на на один и там сто единиц 5 ручек по 100 500 миллиграмм двадцатку я делаю вот 500 разделить на 20 упаковки упаковки на месяц ну тяжащего то что зависит смотря как организм дать типа типа когда ну вот сейчас вроде бы в колол и бесполезно не зависит ну летом вот я же колю и дурак я подхожу к тебе он уходе вот я увидел просто видишь летом колю иду работать я вообще никогда не колюсь я поел и пошел работать я и говорю вот то что еще от этого до физической работы ходит в беде ты вырос что ли это выше меня стал так я всегда выше тебя был ты чё если на каблуках хочу мне так мне так казалось кого-то ты это тебе же 28 спасибо уже все до земле ближе к земле до 28 а бабушку мы звали альвина ее называли они то есть она была но надо бабушкиного возраста да как чтобы ее бабушка прямо называли она не дожила потому что вот у меня пытались называть тоже алей аля 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 альвина у меня это церковное имя алифтина да то есть мы по сути я аля под церковную красивая алифтина вот есть и полностью аля как-то но это для таких для домашних алифтина полный алифтина красивый вот и меня на пытались называть типа алифтина алифтина мама нет это альвина это альвина вот с лизой тоже так же я иногда и лиза слышится как будто бы я и лиза говорю она элиза то есть через э-э-лиза и вот лиза 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 да я говорю там э-лиза что какая элизавета на грине или завета не лиза она у нее полное имя элиза изначально я хотела назвать ее эльза помнишь но я помню то что у нас в роду есть тоже эльза и я не стала так называть и думаю но мне так хотелось на букву и я не знаю почему на букву и мне хотелось и вот элиза и вот необычное имя такое у нас просто валера и просто настя и не просто алвина и не просто элиза ты чё смотри вы змеи валера и настя а мы алвина и элиза самая ирония вот ладно сейчас будем расстилать постели уже уже девчонок надо отправлять спать всем пока ставьте лайки не забывайте хорошего времени суток